Среди небольшого количества фотографий на компьютере Надежды Семеновой есть ее награды и кадры с соревнований. Специально девушка их не собирает, однако коллекционировать есть что. Десятки медалей с областных и всероссийских чемпионатов. А здесь, в МЧС, она работает диспетчером по программе «Доступная среда». Изначально, когда нас сюда устраивали на работу, руководство с нами встречалось и интересовалось, что нам удобно, как нам удобно, что для нас лучше сделать, какой пандус, что нужно в кабинете, чтобы можно было отдохнуть. Потому что для людей на коляске важно немножечко менять положение. Это даже не важно, это нужно. В 13 лет Надежда Семенова переболела поперечным миелитом. Болезнь дала осложнение, и с 2000 года девушка в коляске. Однако сдаваться она и не думала. После реабилитации закончила школу и поступила в колледж на специальность техник-программист. На одном из фестивалей познакомилась со своим будущим тренером. Занимаюсь также с 2011 года профессиональным спортом. Сначала я была в пауэрлифтинге, это тяжелая атлетика. Спустя 2 или 3 года я ушла в легкую атлетику. Надежда Семенова – кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике и мастер спорта по легкой. На последних соревнованиях она выполнила норматив мастера спорта международного класса. Теперь нужно его подтвердить. Семья девушку всегда поддерживала. А 4 года назад у Надежды появился еще один фанат. У нее родилась дочка Аня. Иногда девочка надевает медали матери, коих за 9 лет та выиграла немало. Надежда во всем хочет быть для дочери примером. Примером силы духа и тела. И того, как важно не сдаваться и продолжать стремиться к цели, несмотря ни на что. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».